доброго дня хотел бы рассказать о палатке сетлер от магазина сплав обладателем кое я являюсь вот так вот она выглядит в установленном виде это одноместная палатка однослойная вот значит на чехле и характеристики одноместная полный вес 1 и 9 килограмм я так понимаю это уже в комплекте со стойками и колышками ткань полистир 3 миллиметра водостойкость но 5 миллиметров вот чехольчик у него такой с дополнительными ремешками которые стягивают сложенную палатку и не дают молнии разойтись в комплекте значит ну понятно палатка шлевочки стойки колья у меня палатка старая поэтому в комплекте уже все это дело шло на ремнобор еще вот есть тут какие-то кармашки нитки комплекте шли стойки и кол колья сейчас по умолчанию на сайте я видел что палатка ими не комплектуется их нужно докупать отдельно вот что касается самой палатки а для чего сделано я так понимаю отдельная продажа колев и стоек чтобы уменьшить вес палатки а также потому что здесь уже предусмотрены какие-то петельки для того чтобы можно было ее установить без вот этих вот стоек вот шлевочка 1 почему-то вот какая-то коротенькая я тут ее нарастил но как то ли я чё-то не так сделал то ли лыжи не едут в общем непонятно шлевочки вот эти вот в темноте светятся если на них посветить есть у нее в этой палатке слабые места частности вот эти вот вещи здесь ставлены пластиковые какие-то направляющие и вот это вот штука уже не на одной палатке у меня уже рвалась зашивалась и вот другая вот по моему с той стороны вот это вот тоже начало рваться и вот другая палатка тоже у нас была был опыт использования ногой запнулись вот за эту вещь и она вот поэтому шуту где-то вот вся так вот и оторвалась вот значит со стороны ног имеется вот такое вентиляционное отверстие окно его можно закрыть на липучке нужно открыть такое же точно окошко есть со стороны где глава закрывается открывается но закрывать его я не знаю мне не приходилось никогда нужно палатка однослойная там скапливаются конденсат всегда ну и дочь туда все равно не попадает даже когда окошки открыты поэтому не знаю я их никогда не закрываю и есть еще большое продольное окно вот такое вот оно на липучках сеточкой ну практически на пол длины палатки но неудобство то что вот в дождь его конечно нужно закрывать потому что через здесь вот сетка москитная через него влага вода будет попадать внутрь изнутри окошко это не открыть поэтому ну вот приходится его держать закрытым для просушки для проветривания днем если нет дождя то конечно его нужно открывать по бокам тут есть петельки можно как-то его зафиксировать палочку кунь подоткнуть воткнуть и вот так вот с таймя когда сейчас прошла дождливая ночь палатка сырая поэтому вот этот клапан он держится на тенте если его так откинуть вот так но в сухую погоду конечно она так держаться не будет не нужно что-то придумывать ну можно веревочкой привязать вот к этой вот или шлейку вот это сюда не с той стороны также сделать ну в общем у кого на что хватит фантазии дальше значит вход в палатку осуществляется сбоку вот откидываем снимаем . молния прикрывается дополнительным клапаном на липучках это со стороны ног и такая же система со стороны головы крышка откидывается здесь имеется небольшой тамбур можно положить рюкзачок ботиночки поставить еще что-нибудь положить дождь шел здесь место сухое вот и сам живой отсек он огражден от внешнего мира у нас такой москитной сеткой 1 2 молнии здесь в углу где молнии сходятся где молнии сходятся имеется вот такой треугольник из ткани треугольник из ткани который защищает вот этот вот стык молнии дабы ветер я так понимаю сюда не задувался этот стык значит вот немножко что неудобно что молния не по всему как бы периметру этой сетки то есть вот здесь вот в районе ног и вы молнии нет то есть сетка пришита самой палатки и задирать ее там вот и и никак не это самое не поднять палатка для моего роста метр восемьдесят пять в общем то вполне на на хватает ноги немножко конечно касаются стенки задней ну ничего не критично сегодня он была дождливая ночь дождь лил где-то вот с 8 в 11 часов и вообще забрался в палатку что там очень сильно мочило ну вот внутри образовался конденсат это понятно немного спальник в районе ног тоже тут чуть-чуть от того что соприкасался со стенкой влажный но не промок чуть-чуть вот дно сухое не промокла конденсат вот здесь вот по стенке незначительно стекал да можно сказать что не сильно сыра даже я бы сказал у изголовья палатка немножко шире расширяется здесь можно положить всякую фигню стоечки стоечки две стойки у палатки одна ставится вот здесь вот она из трех секций состоит если стыки здесь и здесь в районе пола она вот так стойка вставляется специальное отверстие фиксируется липучкой здесь сверху специальный кармашек и такая же схема у этой стоечки в районе ног она меньше она из двух секций вот стык также вставляется здесь и и сверху вот вот такая палатка не совсем ее удобно ставить одному надо приловчиться ничего сложного конечно нет первый раз затратится времени чуть больше ну потом будет проще уже с опытом сейчас попробую показать как в нее залезать залезать конечно не очень удобно хорошо быть молодым и подвижным а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, как-то так Залезать, ложиться я туда не буду Падлу снимать берцы Ну когда тамбур, конечно, пустой, залезать проще А если здесь вот стоит рюкзачок какой-то Тут еще что-то навалено, еще дождь идет То, конечно, надо проявить некоторые гимнастические способности Чтобы забраться Ну ничего, нормально Так, вот еще не сказал Значит, да Окошки вентиляционные Изнутри москитная сетка Это в районе головы В районе ног такой же поменьше И изнутри есть петельки Петельки Вот они, эти петельки Эти петельки На них можно зафиксировать С такими вот пуговками Можно зафиксировать там Или москитную сетку Вот так вот подтянув Можно саму крышку клапанного входа зафиксировать Можно ее зафиксировать снаружи То есть Вот этой петелькой наружной И этой вот штучкой То есть когда стоишь на месте В хорошую погоду Вот Вот такая вот палаточка Ночь была дождливая Как я уже сказал Ну сделаю Попробую сделать вставочку Что я там ночью не испытывал Когда шел дождь Ну и сейчас когда сверну Тоже покажу Как она выглядит В собранном виде Ну вот Пожалуй все Вот проснулся Дождливой ночью Показать какую-то палатку Сетлер от сплава изнутри Во время дождя Так Время у нас Час тридцать шесть Дождь который Пошел достаточно сильный И заставил меня Спрятаться В эту палатку Начался где-то вот Часов в одиннадцать Из двадцати одиннадцать До этого шел Моросящий Такой часов с восьми То идет То перестает Но постоянно шел Палатка стоит под деревом Ну несмотря на это И на сильный дождь Вот такой вот Изнутри образовался Влажный конденсат Ну не знаю Конденсат Не конденсат Но такая вот Влажная ерунда Ну как влажная Скорее сырая Палатка однослойная Тут и конденсат И конечно Где-то может быть С учетом того Что дождь достаточно сильно идет Можно его слышать Как он барабанит Окно вентиляционное Которое длинное Вот тут в районе ног Вентиляционное окошко И стеночка Она конечно по суше Потому что такая вот По отношению к дождю Угол у нее Острый А вот эта вот Поле пологая Стеночка Она конечно Потекла Ну как потекла Капли вот они образуются Я их периодически Вот так вот Тормошу Снаружи надеюсь Что-то там стекает А здесь у меня Ну бога суха Пеночка моя Сухая Ну вот капельки Они тут Скоро начнут Меня одолевать Надеюсь Что под пенку Будут стекать И я-то как бы В сухости Осталось Вот Ну на лицо Не капает Вентиляционное окошко Вот в районе головы Здесь тоже Так же как и в районе ног По суше Вот Москитную сетку Я пока закатал На вот эти вот Имеющиеся Петельки Вот как раз В районе вот этой петельки У меня При сильном дожде Один раз Пару капелек упало Ну пока вот так вот Проснулся Рассказать А раз уж проснулся Буду служить Европу Плюс И жевать галеты Вот так палатка выглядит В собранном виде В неаккуратно собранном виде Молнии Перемешочки Ручка для переноски Габарит для сравнения С ногой С ногой 42 размера И Mike Устал С ногой Ручка для переноски С ногой С ногой В неаккуратно Устал